Приветствую вас, вам уже ответили некоторые эксперты на ваш вопрос, вы уже, я видел дополнение, написали к своему вопросу, вот, вы знаете, пожалуй, первое, что мне хочется сказать после прочтения вашего текста, это то, что я вижу у вас, знаете, противоречия. Пожалуй, мы начнем с того, что вы пытаетесь понять своего мужа, вы пытаетесь понять, что с мужем, но сами вы пишете, что в очередной раз ловите его, то есть это не первый раз, когда вы его поймали, на том, что он стреляет глазами под другим женщинам. А значит, возникает вопрос, либо вы его изначально принимали таким, какой он есть, либо нет, либо что-то поменялось, ну, в контексте мужчины, и он начал стрелять глазами у других девушек, на других девушек, или он был такой всегда? Если он был такой всегда, то это ваш выбор, и меня, человека, вы не очень-то и вправе. Но согласитесь, странно, если вы выбираете себе такого мужа, который изначально стреляет глазами на других женщин, а потом говорите, что нет, я не хочу, чтобы ты это делал, это выглядит, ну, мягко говоря, несерьезно. Если же он это делает не изначально, а лишь после какого-то момента, какого-то происшествия, после ряда причин, после ряда каких-то событий в вашей жизни совместной. А, соответственно, можно с этим разбираться. То есть разбираться в тем, что произошло в вашей жизни совместной с мужем, такого, что заставляет его стрелять глазами, причем упорно, под другими женщинами. Этот момент нужно четко вам понять, что если вас на определенном этапе перестало устраивать то, что, ну, муж так себя ведет, значит, изменилось что-то в вас, а не в нем. И вполне вероятно, что вы, возможно, хотите более спокойных отношений. Вполне вероятно, что вы созрели, например, до рождения детей, и вам хочется быть уверены, что муж, ну, что он будет с вами, да, что он не будет с кем-то изменять вам и так далее, то есть вам хочется надежности, потому что вы хотите ребенка уже, вы готовы к этому. И как бы вы хотите, чтобы муж был отцом ребенка, но при этом вы не можете ему доверять, потому что он не обеспечивает вас безопасностью в этой позиции. То есть что-то поменялось в вас. И в этом контексте можно поговорить об этом с мужем. То есть не высказывать ему, не обвинять его, как это делаете вы, а сказать ему, чего хотите вы, что нужно вам в контексте природы, ваша реакция. Понимаете? А вот и другая ситуация. Она идет скорее из детства, что вы подсознательно выбрали себе такого мужчину, который стреляет глазами на других, потому что в вашей, как бы, семье родительской либо была такая же ситуация, что папа изменял маме, либо наоборот была такая ситуация, что папа вашу маму, например, подавлял, или мама подавляла папу очень сильно, вот. То есть, ну, он был, как бы, забитый, зажатый там и так далее. Вот. То есть, возможно, либо сценарий, либо контр-сценарий, либо анти-сценарий, либо контр-сценарий. На самом деле, я хочу уточнить, просто родительский сценарий и анти-сценарий. Контр-сценарий – это немножко другое. Это вот то, что касается того, что вы очередной раз ломите мужа на том, что он стреляет глазами по другим женщинам. Вот. Другой вопрос. Зачем вы ловите, значит, своего мужчину на этом? То есть, вы, очевидно, знаете, что он это делает. Вы, очевидно, в курсе, что он грешит подобными вещами, да? Зачем вы его ловите? То есть, вы такое впечатление, что пытаетесь доказать себе, что ваш муж такой, что он вот такой, что он вот такой плохой. Это в некоторой степени мазохистическое поведение. И здесь можно говорить о том, насколько вы, ну, например, доверяете человеку в плане выражения его чувств и принятия его чувств. То есть, вот, когда все спокойно, вы, вы довольны, у вас все хорошо. Вы не подозреваете мужа в том, что он вас обманывает периодически или как-то еще, ну, как-то еще что-то в этом роли. Потому что, ну, мазохистически, типа. Если вы знаете, что муж стреляет глазами по другим женщинам и ничего не делает для того, чтобы он не стрелял, но ловит его при этом. То есть, такое полуослезное поведение, направленное на то, чтобы доказать себе, что вы не единственная в его жизни. Вот. И, возможно, через дальнейший скандал, через дальнейшие крики, получить тот заряд внимания, который вы хотите, в котором вы нуждаетесь. Далее. Значит, сегодня были в кафе, и мне было очень неприятно. Одного-то он поглядывал на привлекательную женщину с дотопедним столом. А привлекательная вы считаете? Это вы ее считаете? Или муж сказал, что она привлекательная? Похоже, что они вообще переглядывали с упор. Ну, это ваше мнение, субъективное. Не знаю, насколько оно правдиво. Нужно выяснять детали, причем вообнообоих. То есть, вас и вашего мужа пригласить на консультацию и вдвоем на эту тему поговорить. Упорно, там не упорно переглядывания были. Зачем он это делает? Зачем подыскивать на стороне кого-то, или я его не привлекаю? Ну, вот понимаете, вот в том, что вы говорите, что вы не привлекаете, и есть ваша неуверенность в себе. Уверенный в себе человек никогда не скажет, что я не привлекаю. Уверенный в себе человек скажет, что у мужа есть проблема, что он нуждается в том, чтобы стрелять глазами по другим женщинам, переглядываться с ними и так далее. У мужа есть потребность, у вас все в порядке. А вы говорите, что вы его не привлекаете. То есть, у вас есть сомнения в том, насколько вы можете его привлечь. Поймите еще раз анонимно, дело не в вас, дело в нем. Мужа не хватает ощущения себя мужчиной с вами. И да, может быть, это то, чего ему не додаете вы. По-другому стране, вы же стали его женой. То есть, как бы вы создали семью. И если вы создали семью, то, наверное, он выбрал вас. Если он выбрал вас, значит, он, наверное, считает вас лучшей женщиной. И этот выбор нужно уважать. Понимаете? Вы же подвергаете сомнению его выбор, значит, подвергаете сомнению себя. А значит, вы не уверены в себе. Понимаете? Сон, который вы видите, как он другой заигрывает, и я чувствую, что у вас нечто может предать. Мне это ваш страх. То есть, страх того, что вас предадут. И если мы говорим о страхе предательства, то, опять же, уверены в себе. То есть, ну, предадут вас. Ну, и что? Если вы сделали все, что от вас зависит, то выбор мужа является выбором его. И все. И это будет означать, что, да, человеку с вами, ну, не очень комфортно. Значит, вы друг другу не подходите. Но это нормально. И вас это не касается. Как вас задевает? Точно человек вам изменяет, если вы для него делаете все, что в вашей ситуации? Как? Или вы считаете, что, например, если больного булимией человека, да, то есть, человек, который переедает постоянно. Вы считаете, что если больной булимией переедает, это ваша вина? Что вы его не кормите, что он все время голодный? Это, вы считаете, ваша вина? Это то же самое. То же самое. Если вы не считаете для себя возможным обвинять себя в том, что вы не докармливаете больного булимией человека, то также вы не должны считать себя виноватым в том, что человек стреляет глазами по другим женщинам. Но только если вы для него делаете все, что можно. Если вы стараетесь дать ему все, что у вас есть. Не ловите. Не концентрируйтесь на себе, да, а старайтесь его окружить лаской, теплом, заботой, любовью. Понимаете? Вот так. Получается, человек ненадежнее, ведь с ним какое-то совместное дело, бизнес, семейные опасности. Согласен, человек ненадежнее, да, безусловно, но вы его выбрали. Опять же, непонятно, вы его выбрали. Как вы, получается, согласились сознательно на эту ненадежность. Или он стал таким ненадежным уже с вами. Если первое, то понятно, если второе, то нужно разбираться, при каких обстоятельствах он стал таковым с вами. Потому что, ну да, он ненадежный, но он такой. Он такой. Вопрос в том, почему он стал таким. Понимаете? Вот. В какой момент он стал чувствовать себя недостаточно уверенным в себе. И ему потребовались другие женщины, чтобы восстановить в себе, ну, чувство собственной мужественности, например. Вот. Далее. Его гляделка – первый шаг по голым. А там и для чего-нибудь большего. Откуда вы это знаете? Вот с чего вы взяли, что это именно так? Вот мужчины просто бегать, гляделка, и все. И больше, как бы, ничего не будет. Это ваше дом, это ваши страхи, это ваши проекции, ваши переносы, это ваш сценарий. И вопрос возникает о том, откуда он у вас. Откуда. У кого вы научились подобной цепочке? Ему все высказали на таком настроении, у меня резко изменилось, и он это понял. Ну, высказали ему, и что дальше? Вы высказали то, что вам неприятно, это хорошо, что вы высказали то, что вам неприятно, но этого мало. Он не только высказывает то, что вам неприятно. То есть не надо говорить про него, он говорит про себя. Что вам неприятно, то вы чувствуете себя там брошенной, покинутой, там неуверенной в себе какой-то еще. Вот. Вот. А этого мало. Нужно еще и дать человеку дочь, что ему нужно. И если он, принимая это все равно, смотрит на других женщин, и вам это неприятно, то либо вы принимаете это, понимая, что за этим ничего не стоит, либо вы направляете человека к психологу, чтобы при условии, что он вас любит и хочет быть с вами, чтобы он поработал с тем, для чего ему это нужно. Что касается уверенности в себе, то причем тут она, если мой муж сам, я его не заставляю, пялится и играет в гляделки с другими. Не очень понятен смысл этого предложения, если честно. Что касается уверенности в себе, то есть вы понимаете, что ревность связана с неуверенностью в себе, и вы где-то уже это слышали. И вы как бы пытаетесь сейчас защищаться от этой победы, защищаться от этого, ну, от этого вывода. То, что вы пытаетесь от этого защищаться, уже говорит о том, что вы с этим согласны, но вы пытаетесь в себе внушить, что это не так, потому что тогда придется работать над собой. Вы над собой работать сейчас, возможно, не готовы, вы считаете, что все дело в муже. Нет. Что это происходит в паре? Это происходит в паре. И ответственны за это оба. В той или иной степени. Поэтому вам, если вы хотите гармонизировать свой брак, начинать нужно с себя. И в первую очередь подкорректировать свое поведение, свое отношение, сделать его более целостным, более ценностным и так далее. Мудрая женщина не обратит внимания на то, что мужчина играет в гляделки с другими, ведь с вами он спит. С другим он играет в гляделки, а с вами он живет. И с вами он делает все, что как бы нужно. Другие же об этом только мечтают. Если женщина видит, что мужчина изменяет ей, опять же, если она его любит, она понимает, что мужчине так лучше, и делает для себя выбор. Либо она принимает это, либо нет. Но это ее право. И все. Никаких высказываний, никаких поимок, ничего этого уверенная в себе мудрая женщина не делает. Потому что если мужчина изменяет женщины, она не лохучка. Вот это тоже, мне кажется, такая, ну может быть, родительская, может быть, социальная установка у вас, что вы себя называете лохучкой, если вам изменяют. Это не так. Вы не лохучка, если вам изменяют. Потому что, как вы правильно сказали, это делает мужчина, а не вы. В чем же здесь проявляется то, что вы лохучка? Вот если бы вы знали, что он изменяет, и делали вид, как бы этого не происходит, потому что боитесь, боитесь разрушать семью, боитесь, что она бросит вас. Вот это да. А так, почему лохучка, не понял. Далее. Как связана ваша уверенность или неуверенность в себе с тем, что мужчина сам смотрит на других? Мужчина может быть именно потому и смотрит на других. Что вы не уверены в себе и преодолеваете эмоциональные ревности. Из-за этого мужчина не чувствует в вас, женщину. Из-за этого не чувствует себя, мужчины. Из-за этого вынудим реализовывать это с другими женщинами. Простите за пиздонину, очень огорчена. Хочу разорвать отношения, дабы не быть постоянно в этой атмосфере негативной. А какая негативная атмосфера? Ну, переглядывается мужчина с другими девочками, и что? Почему вас это задевает? Почему вы очень огорчены этим? Разве это проявление уверенности в себе? Тем, что гляделки вас огорчают. Разве это проявление уверенности в себе? Разве это проявление осознанности того, что вы самое лучшее, самое прекрасное, самое красивое? Нет? Тогда бы вы не огорчались. Далее, значит, дополнение ваше. Так, не хочется быть самоуверенной и уверенной в себе лохучкой на глазах, у которой ее муж раздевает других женщин, а ей все равно она в себя уверена. Правильно. Правильно, она в себе уверена. И если ее муж раздевает глазами других женщин, то она не устраивает ему сцены. Она либо уходит, либо принимает его таким, как он есть. Но не огорчается и не высказывает ему все. Но ревность, любое проявление ревности, это неуверенность в себе. Любое. Это направленность энергии на себя. Внутрь. Концентрация на себе. А мы исходим из того, что своего мужчину вы, ну, любите. Как минимум. Спасибо. Муж очень понял, что я не в настроении, и потому я рассказал о причине. Мы разругались и не общаемся. Он прикинулся по дурачкам. По дурачка. И даже не понял, на кого он смотрел. Ну вот, видите, и смысл того, что вы ругаете. Видите, непонятно. Непонятно. Смысл того, что вы делаете. Он всегда будет прикидываться по дурачкам. Он всегда будет играть роль преследователя в отношениях к нему. Он будет играть роль жертву. Вот. Психологически. Ой, социально. Социально. А психологически вы оба жертву. Вы жертву, потому что вы ревнуете. И он жертву, потому что ему чего-то не хватает. Не хватает. А с точки зрения объективной реальности, вам обоим чего-то не хватает. Вам обоим не хватает самодостаточности. И вы оба пытаетесь это получить сперва через друг друга. Потом, когда не получается, через других. Вот. Он прямо, вы косвенно. Я сейчас хочу, или чтобы он перестал пялиться. В принципе, невозможно. Или разойтись, но при этом без душевной боли. И что получится тоже маловероятным. То есть, то, чего вы хотите, в принципе, невозможно. Невозможно, чтобы он перестал пялиться. Хотя это возможно. Если вы поймете, что мужчина хочет, начинайте ему давать это. Если вы будете ориентироваться не на себя, а на него. Вы хотите разойтись без душевной боли. Что тоже маловероятно. Так чего же вы хотите такого, что было бы вероятно. Вы определите в себе сперва с целью, которая реально достижима для вам. Сказывается ощущение, что вы специально ставите недостижимые цели, чтобы получать это самое внимание к себе, которое вы получаете путем ревности к вашему мужу. Это называется истероидное поведение. Вообще, понять хочу, почему он так делает. Мужчина обращает внимание на других женщин только когда у него не удовлетворено либидо. Его либидо не удовлетворено. Либо когда его самооценка, самоуверенность не находится на доскаточном уровне для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Либо когда его внешний идеал мужчины и внешний идеал женщины, ну у любого мужчины есть такой идеал. Не соответствует тому, что есть как бы, ну, в реальном мире. Ему не нравится какой он мужчина, ему не нравится какая вы женщина. Ну, либо что-то одно, либо оба сразу. Вот. И все это заставляет мужчину искать новые источники получения ресурсов для достижения своих желаний. Совершенно не обязательно, что он будет вам изменять. Потому что измена это травма как для того, кто изменяет, так и для того, кому изменяют. Поэтому не нужно думать, что за этим обязательно подойдут измены. Но то, что ваш мужчина не удовлетворен, это совершенно точно. И только вы сможете понять, чем он не удовлетворен. Причем понять это вы сможете только в процессе работы с психологом. Потому что вам, мужчина, сейчас этого не скажет. Он боится вам признаться в этом. Он не хочет вам признавать, потому что знает, что вы его не примете. И если это подтвердится, то есть если вы действительно не способны принять что-то в нем, то о какой любви идет речь тогда? О каких здоровых отношениях идет речь тогда? Понимаете? И самое главное, что вам даст понимание того, для чего он это делает? Конкретно вам, что это даст? Если вы сами пока, судя по вашему тексту, не в состоянии сформулировать для себя цель, которая была бы реально выполнима вам. Обе цели маловероятны, как вы сказали. Разве это не проявление неуверенности в себе? Разве уверенный в себе человек не ставит цели, которых маловероятно достичь? Вот подумайте, пожалуйста, об этом. Сперва нужно вести порядок у вас в сознании и в подсознании по возможности. А потом уже строить отношения с мужчинами и, может быть, помочь вашему мужу обрести себя. Но сделать это способна только уверенная и гармоничная женщина. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.